Телеканал КРТ представляет Как указывается на общей аудиенции 3 июня, проходившей в апостольском дворце, папа Франциск продолжил размышления о молитве, основываясь на этот раз на истории Авраама. И вот ключевая цитата. В молитве мы должны слушать Бога, идти вместе с Ним, вступать в диалог. Не нужно бояться вступать с Ним в дискуссию, подчеркнул Святейший Отец. Это может показаться ересью, но нередко я слышу от людей, что они злятся на Бога. Ты осмелился разозлиться на Бога? Да, я разозлился. Но это и есть одна из форм молитвы. Только сын может разозлиться на отца и потом снова с Ним общаться. Итак, высший авторитет католической церкви утверждает, что с Богом можно вступать в дискуссию, то есть спорить, и на Бога можно злиться. При этом и то, и другое, оказывается, является формой молитвы. Честно говоря, именно в этот момент я понял, что детская песенка «Папа может, папа может, все что угодно» – она про римского папу. Внимательные зрители, возможно, помнят, что в позапрошлой программе я высказывал опасения по поводу того, что дата 29 мая, день взятия Константинополя турками в 1453 году, совпавшая в этом году с окончанием Рамадана, может стать решающей в судьбе собора Святой Софии, которая вновь может стать мечетью, как это было в период с 1453 до 1935 года. Напомним, что на сегодня Айя София имеет статус музея. И действительно, 29 мая, в честь очередной годовщины падения Константинополя и окончания Рамадана, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Раджеп Таип Эрдоган поручил Центральному комитету правящей партии справедливости и развития изучить возможность превращения Софии в мечеть. В данный момент вопрос находится на рассмотрении Госсовета, но наблюдатели считают, что вопрос уже решен. Недовольство возможным превращением Святой Софии в мечеть вполне ожидаемо высказала Греция. Отношения между Афинами и Анкарой находятся в столь напряженном состоянии, что дополнительно испортить их невозможно даже столь деликатным вопросом. Столь же ожидаемо резко грекам ответил Эрдоган, заявивший, что решение о статусе Айя Софии будет принимать турецкий парламент на основании демократических процедур. И добавил, что Турция не намерена у кого бы то ни было запрашивать согласие на эти действия. Цитата. «Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого», заявил Эрдоган и подчеркнул, что Греции в этом вопросе следует знать свое место. Негативное отношение к готовящемуся изменению статуса Святой Софии высказали иерархи русской и сербской православных церквей. Так, глава отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Илларион заявил, цитата. «Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких, межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились». Конец цитаты. Епископ Бачский сербской православной церкви Ириней заявил, что храм Святой Софии в Стамбуле мог бы остаться музеем с правом проведения мусульманских и православных богослужений в разных его частях в разное время. При этом стамбульский патриарх Варфоломей пока никак не высказался по поводу ожидаемого возобновления статуса мечети для Святой Софии. Впрочем, для бывшего офицера турецкой армии и действующего чиновника Министерства культуры Турции, каковым является Варфоломей, дважды благословлявший военные операции турецкой армии в Сирии, неудивительным будет даже крестный ход в поддержку перевода собора в мечеть. Кстати, томасоносная православная церковь Украины тоже не высказала защиту всеправославной святыни.